Здравствуйте подписчики моего канала и просто любители карт Оракула Затмений. Сегодня мы смотрим онлайн расклад на тему 36 секретов вашего мужчины. Так, настраивайтесь на своего мужчину и смотрим близкий интерес вашего мужчины. Близкий интерес вашего мужчины это нервозность, переживания за собственную судьбу, за ваши отношения, за чувства, как сложатся судьбоносные отношения. Ему очень сложно и тяжело. Он еще такой человек, знаете, он хочет, чтобы ему завидовали. То есть он хочет выбрать себе такую партнершу, чтобы ему завидовали все. То есть человек может быть медийный, может быть знаменитый, может быть сама оценка высокая, да. И вот ему это необходимо. Желание исполнения. Долго. Долго его желания будут исполняться, но вообще, знаете, как он очень хотел. Такой платонической, красивой любви, такой настоящей, эмоциональной. У него очень много страхов, что вдруг не исполнится, да. То есть вы так длительный период времени сидите в общении, да, и оно как бы никуда особо не двигается. Но это только потому, что это такая кармическая ситуация. Он сначала должен по-настоящему влюбиться, ну как бы на расстоянии вас, а уже потом вам дадут высшие силы как бы движения. Что будет в доме и в семье у него? Так, в их семье, смотрите, он хотел бы брака семьи, рождения детей, но пока ситуация тупиковая, пока вы никуда не двигаетесь, да. То есть он уже как бы настроился на серьезные отношения, но вы встали в тупик, да. То есть есть препятствия. Какие у него будут путешествия, поездки. К вам приехать не сможет, привязан к дому прямо какими-то обязанностями, кандалами, ответственностью, да. Но он будет как бы на расстоянии, как ангел-хранитель, освещать вам дорогу, чтобы вы до него доехали. Так, что у него будет со здоровьем? Смотрите, здесь будет такой момент, в принципе у него со здоровьем все хорошо, и вы для него как стимул определенный. Знаете, он сидит на вашей вкусной энергетике, чувствует себя прекрасно, и он сделал какой-то определенный выбор, и станет по отношению к вам мягче, он будет как воск, он будет под вас подстраиваться, он будет выполнять наконец-таки ваши какие-то просьбы, пожелания, да, потому что вы для него королева. Так, непонятное в судьбе. Тайные красивые отношения, которые он очень сильно скрывает, и как бы дороги перекрыты друг к другу, вы не можете двигаться, да, то есть непонятно, почему это происходит, для чего это вообще все происходит. Его враги. Это его иллюзии, фантазии, в которых он сидит, и его характер такой. Знаете, он может работать в правоохранительных органах, он может быть, там, дипломатом, он может быть, там, кем-то таким человеком, работающим, знаете, с правосудием, там, с судьей, там, всем кем угодно. И вот этот его характер, он такой вот, ну, я бы сказала, такой сложный, да, который мешает ему, ему же двигаться к собственному, допустим, счастью. Пустые планы у него какие будут. Пустые планы – это хитрить и обманывать вас, и изощренно как-то подводить к тому, чтобы вы попали в клетку любви, влюбились в него, то есть вот то, что он пытается делать, вас окучивает, да, это все бесполезно, то есть вы в любовь по интернету не верите. Веселье, флирт и знаки внимания. А я скажу так, что вы здесь могли неплохо помогичить. И он сейчас ни с кем не общается, не флиртует. То есть, знаете, у него игра четко с вами. То есть вы играете в женские и мужские игры, и он стоит в одном седле и никуда не убегает. Так, опасности и угрозы, какие ему могут грозить. Очень много ездить человек, очень много куда-то летать, перемещается, передвигается, занимается спортом. У него могут быть здесь какие-то проблемы, да, то есть ему вот в поездках, в этом нужно быть более осторожной, да, то есть могут быть какие-то проблемы, связанные с поездками. Конфликты. Конфликты. Так, конфликты здесь будут в каких-то рабочих моментах у него связаны. Он очень привязан к своей работе. Прям, знаете, вот трудоголик такой, который хотел бы что-то такого серьезного, да, и вот здесь, может быть, его требования какие-то будут очень сложные, серьезные, и к нему требования могут быть. Так, бытовуха, суета, сует. У него разбитое сердце, что его мечты встали около препятствий, да, то есть он не может соединиться с вами, и уже вот ему так хочется, чтобы вы были вместе, а есть препятствия, которые его в высшей силу устанавливают, заставляя его трансформироваться. Дети. Ну, или что-то новое в его жизни. Слушайте, он такой таинственный, весь загадочный, такой скрытный мужчина. Знаете, что-то новое, собственник. Бывает жидноват, можете от него не получать ни подарков, ничего. Он может эмоционально много давать, а материально вам ничего не давать. То есть он хочет, чтобы его любили. И вот его такая тайная, загадочная душа, она такая своеобразная. Сфера труда. Сфера труда. По сфере труда мы уже как бы видели, кем он работает, да, то есть это связано с правосудием, но еще, еще он такой человек по жизни борец, да, то есть он может защищать слабых, он может защищать, например, правых и так далее, да. И вообще сфера труда, у него водоворот любви, то есть человека все есть, ему хочется вот так унуться в сумасшедшую любовь. Так, бизнес для него конкретно. Так, в бизнесе холоден, расчетлив, продуман, материалист и безумный эгоист, любит только себя любимого, за счет этого как бы к нему идут деньги, то есть желание иметь много денег. Творчество и вдохновение, насколько он творческий. Любовь ему приносит вдохновение, и всю свою любовь, и все свое творчество он вкладывает в отношения партнерские, да. Очень сильно печалится, если что-то не получается, но не отступает, он как бы идет. Вот, он делает и наблюдает, делает, наблюдает, то есть он идет как бы вперед. Для него это очень важно, его вот детище. Переезды, изменения, связанные с каким-то жильем. Переездов никаких нету, куда-то уходят деньги, поэтому он бездействует, не получается у него ни поехать, ни переехать. Так, его друзья. Так, в друзьях у него, увы, лекарство от всех бед и решение всех вопросов, да, и он вас считает прям такой женщиной с тонкой организацией, да, и женщиной деятельной, активной, и видящей, и женщиной практически ведьмы, да. Так, государственные законные органы, суды, что здесь у него? Очень много будет всяких разных сомнений, связанных с какими-то сюрпризами, то есть будут какие-то изменения, он будет стоять на каком-то выборе, думать и решать, может быть, как-то будет пытаться что-то обойти. Так, встречи. Будут ли у вас встречи? Смотрите, он безумно вас ревнует о переписке, безумно, да, и морочит вам голову. Пока встречи никакой, честно говоря, не видно, но ревность у него зашкаливает. Он боится, что вы будете встречаться с кем-то другим. Все трудности, которые нужно преодолеть. Так, смотрите. Здесь идет какое-то разрушение конфликтных ситуаций, то есть вы должны более быть близкими сейчас стать, да. То есть вы будете меньше ругаться, он пойдет вам на уступки, вы начнетесь, наконец, друг друга понимать и привязываться по-настоящему. То есть уже не будете конфликтовать, не доверять, и начнете притягиваться друг к другу. Кризис, выбор какой у него? Сексуальный кризис у человека, да. Как бы он обижается, он такой властный человек. Хотел бы, конечно, чтобы вы выбрали его так же, как он у вас, да, и хотел бы, конечно, вами обладать. Потери, какие у него будут? Не сможет он вами манипулировать. И, знаете, он немножечко потеряет какой-то адреналин, связанный с тем, что вы его будете меньше оскорблять. Он это немножко потеряет, да, то есть ему будет не хватать. Любовь, личные отношения. Что у него? Он сильный, мощный, надежный, заботливый, внимательный. У него такое, знаете, разочарование. Он хочет вам дать любовь, эмоции, чувства, да. А получается, что вы в нем постоянно разочаровываетесь и не понимаете его, ему обидно. Так, обязательство брак. Планирует свадьбу с вами. Готов он за это соперничать, да. И хотел бы, конечно, чтобы ваши отношения возродились из пепла и были яркими и интересными. То есть он за это и борется. Так, знания, наука и тайны у него. Слушайте, у него вообще такая тяга есть к картам Таро, потому что ему кажется, что вот у него перекрыты деньги, да, и он бы хотел бы, чтобы у него, может быть, как-то открылся какой-то денежный канал. И, может быть, знаете, ему хотелось бы какие-то знания получить через души мертвых родственников. То есть вот у него есть такая тяга к магии. Так, что у него с документами? Ой, за его спиной столько много всяких разговоров, потому что человек действительно может что-то из себя представлять в обществе, да, и он старается держать марку, держать лицо. Какой он вообще мужчина? Мужчина наблюдательный, в душе может быть такой зайчик трусоватый, но мужчина хотел бы заполучить вас как императрицу, да, как бы украсть, вот он будет прям вот бороться за вас, да, как лев и будет вокруг вас ходить и около. Какая вы женщина здесь, яркая, интересная. Вы тот маяк, к которому он готов идти через любые границы, да, закрытая, скрытная, непонятная, но он считает, что вы одной крови, да, то есть вы как кровные родственники, в чем вас он оценит? Вашу силу, мощь, что вы смогли его превратить в котенка, ваша страсть, ваш вулкан такой огненный характера, да, и вы очень яркая, очень чувственная, эмоциональная, знаете, очень много огненной энергии, то есть он прямо вот тянется к вам, как бы, как запитываясь. успех, удача его. Так, у него будут какие-то потери, а это будет что-то связано с его отцом, то есть как гром среди ясного неба, может быть, даже потеряться. эмоции. Так, смотрим его эмоции. У него какое-то, знаете, душевное одиночество, он очень верный, надежный, вот, и боится с вами расстаться, боится вас потерять, возможности судьбы. боится потерь, боится смерти людей, близких, боится, когда кто-то умирает, он, знаете, он очень сильно переживает, то есть вот эмоционально переживает, то есть у него кто-то мог умирать из близких, таких родных, которые он тяжело воспринимает как такая детская травма. Что у него с финансами? Так, с финансами. Финансы связаны как-то здесь с браком, очень много разговоров на эту тему и конфликтов у вас очень много тем, вообще как бы финансы как будто бы в его семейном этом клане находятся, да, то есть они может быть вообще живут как, знаете, как при коммунизме, что на всем готовом. Так, работа, профессия опять у нас здесь повторяется. У него предчувствие, что может быть какой-то, знаете, непредсказуемые моменты, связанные с бизнесом. Ну, то есть кризис в мире происходит, да, и вот у него какие-то предчувствия, что неизвестно чего ждать. Так, самое плохое, что произойдет у него в какой-либо период. ну вообще как бы наоборот, все самое хорошее, к нему идут деньги, и он ну увидит хотя бы откуда они идут, как они идут, то есть все-все прояснится у него. Так, самые важные сферы его жизни, давайте будем смотреть, что его больше всего волнует. Так, работа его волнует, конфликты с вами, брак с вами его волнует, получит ли он желаемый результат. Да, будет встреча, будет у вас брак, семья, так, и закончится вот этот ваш сложный период, и к чему вы в результате тут придете. Денежное движение, денежное движение, как бы, да, и главное, знаете, как вы как бы приедете, встретитесь, потом вы уедете, и он будет опять сходить с ума, что вы опять расстались, да, то есть вот здесь вот, как бы вообще движение денег, движение у вас отношений идет, но как бы у вас тоже приезд не связан сразу со свадьбой, а приезд связан просто со знакомством, да, как он будет проявляться потом в дальнейшем, ну, он будет вам тут песни петь, еще больше около вас прыгать, скакать, сам себя будет ругать, во сне будет смотреть, да, и как бы, знаете, еще будет злиться, психовать, ревновать, ну, то есть, когда он вас ощутит, увидит, как-то там дохнет ваш запах, ему станет еще хуже, чем когда вы общаетесь в интернете, пока вы друг друга в принципе особо не видим, вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию, образом.